Всем привет, с вами «Красно-белый подкаст». Всем привет, и мы сегодня хотим поговорить о такой очень многогранной и многоликой личности, как Константин Иванович Бесков. О нем очень много написано, рассказано, сняты фильмы, написаны книги. Но мы решили пойти своим «Красно-белый подкастовским путем» и пригласили в нашу студию друга Константина Ивановича и друга его семьи Леонида Федоровича Трахтенберга. Леонид Федорович, очень здорово, что нашли время посетить нашу студию. Мы вам крайне признательны. Спасибо, но иначе быть не могло, потому что, когда вы сказали, что речь пойдет о Константине Ивановиче Бескове, то если бы даже студия ваша находилась на льдине, где-то на Северном полюсе, уверяю вас, где вокруг одни пингвины, я бы туда добрался, чтобы поговорить о Константине Ивановиче. Чего все началось? Ваше общение, дружба? Откуда пошли ростки отношений? Дружба пошла совершенно неожиданно. Она еще не дружба даже, а такое, я бы сказал, знакомство. В 70-м году Константин Иванович проиграл, если вы помните, переигровку, состоявшую из двух матчей ЦСКА. ЦСКА. Балетину Александровичу Николаеву. Я летел обратно вместе с динамовцами. Я помню, как плакал Аврусский Юра, я помню, как плакал Пельгуй Володя Воротарь. И хотя мои симпатии принадлежали с детства Спартаку, тем не менее мне по-человечески было жалко. Я сопереживал вместе с ними. Это был матч 70-го года, золотой, в Ташкенте, ЦСКА, Динамо. Да. Это то, что надо зрителям дать. И Константин Иванович кипел, вы себе не представляете как. Его даже начальник команды, Лев Иванович Яшин, не мог успокоить. И вот у Константина Ивановича была то ли такая слабость, то ли такая мания его преследовала. Я бы даже так сказал. Что? Особенно в той ситуации, когда динамовцы вели в счете заметно, и никто уже не сомневался в их победе, и вдруг его будущий зять Владимир Федотов переворачивает игру практически, чуть ли не в одиночку. и «Динамо» без кого проигрывает. Константин Иванович обвиняет в этом двух игроков, ведущих игроков. Это защитника Виктора Аничкина уже в самолете и полузащитника Валерия Маслова. Он напрямую сказал, что они сдали игру. Они сдали игру. Вот я впервые услышал от тренера в присутствии всей команды. Ну, я должен сказать, что Константин Иванович уже разогрелся к тому моменту, потому что после такой игры надо было снять напряжение. Это был Чивос? Это был коньяк. Константин Иванович предпочитал коньяк. 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 И, к моему величайшему сожалению, и это для меня навсегда осталось загадкой, при всей моей любви к Константину Ивановичу, когда мы проиграли золотой матч, правда, не переигровку, а были совершенно выжатые, потому что у нас был неимоверно сложный календарь, мы обыграли Астон Виллу, который год назад выиграл Лигу Чемпионов. Здесь сыграли 2-2, а там, проигрывая 0-1 после первого тайма, забили два мяча. Черенков забил первый, и когда уже тренер Астон Виллы, я еще раз говорю, это была одна из сильнейших команд в Европе, показывал игрокам, сколько осталось времени, потому что мы их загнали, вот так вот, на пальцах, 5 минут, 4 минуты, и в это время Черенков забивает второй гол. После матча я беру интервью у главного тренера Астон Виллы. Когда я попросил его оценить игру, так вот он мне сказал, вы знаете, как я люблю голы, которые забиваются на последних минутах. Он сказал это с таким чувством, как будто это Астон Вилла забило, а не Федя Черенков, Спартаку, а не Федя Черенков им забил. Ну, я его, естественно, спросил, почему? Он сказал, потому что эти голы уже невозможно отыграть, что сегодня и произошло. Мы тогда и выиграли 2-1. Вот, вы знаете, мне нравится, когда у тренеров хватает такта, терпения, выдержки, уважения, и они, может быть, не до конца, конечно, может быть, какие-то есть вещи, которые они не могут донести до болельщика, они оставляют это в раздевалке, они оставляют это для теории. Это профессионализм. Это есть профессионализм. Вот, Константин Иванович, при всем своем профессионализме, при умении отыскать игрока, ну, никто бы не отыскал, ну, никто бы не увидит игрока, ну, никто бы не увидел. Ну, например, если бы не Бесков, ну, вы бы не знали бы фамилию Черенков. Ну, не знали бы, я вам отвечаю. Потому что, когда Федя занимался в школе Спартака и был одним из выпускников этой школы, то на него, как говорят на Руси, без слез не взглянешь. Худой, чуть-чуть, сутловатый, такие ручонки, опущенные вниз. Ну, не атлет, скажем так. Ну, не атлет, это мягко сказано. Нигде, говорят, сейчас не атлет. Да. Но когда освободилось одно вакантное место в поездке за рубеж на товарищеские игры, на коммерческие игры, и стали выбирать игроков, и там называли таких игроков, которые уже там одной ногой, вот они все в обойме Спартака. Константин Иванович так внимательно всех выслушал, а потом сказал, а где вот тот паренек, вот такой вот, вот этот, с ручонками. Да, и долго никто не мог понять, о ком он говорит. И кто-то говорит, Федя, что ли, Черенков? Он говорит, да я не знаю, Федя, Черенков, или кто. Ну вот этот вот, который вот, мы были вот на дубле, и он там сотворил что-то такое невероятное, на взгляд, Константин Иванович. Опять же. Они говорят, ну, жив, здоров там, а вообще, Константин Иванович, почему вы об этом спрашиваете? Как, почему? Ну, немедленно вносите его в список. И он внес Черенкова в этот список. Именно он, честно говоря, коллеги и руководитель делегации с иронией отнеслись к этому решению и даже так подхихикывали. Дескать, что-то с Константином Ивановичем, что-то вкус ему изменяет. Он что, из этого пацана собирается футболиста Спартака сделать? Константин Иванович стоял, поехал в поездку, а дальше вы все сами знаете. Он заиграл в основе и потребовалось минимальное время для того, чтобы он стал не только ведущим игроком Спартака, но и любимцем публики. И как раз открыв Черенкова, Константин Иванович подтвердил закон, связанный с любовью к футболу большинства людей на нашем земном шаре, если сравнивать с другими видами спорта. Почему? Потому что он доказал, что футбол это самый демократичный вид спорта, в него может играть любой, я имею ввиду, независимо от комплекции. Не атлет Федор Черенков. Потому что иногда может выйти человек на поле, но косая сажень в плечах, и уже где-то минуте на десятой с трибуны раздается крик, ну ты дубина, ты вообще по мечу ты можешь попасть или нет? Вот Федя Черенков делал с мячом все, что хотел. Он как будто был привязан к его ноге, он мыслил, Роберт Фишер сказал о Тигране Петросяне, кстати, большом поклоннике Спартака и хоккейного, и футбольного, чемпионе мира по шахту, который он отобрал звание, между прочим, у Михаила Ботвинника, величайшего, из величайших шахматистов двадцатого века. Так вот, Роберт Фишер, гениальный шахматист, сказал о Петросяне, он видит на двадцать ходов вперед, таких шахматистов больше нет. Вот Константин Иванович, когда видел игрока, он видел этого игрока на пять, на семь, на десять лет вперед. То есть, что будет с ним через пять, семь, десять лет? Да. Если при условии что он будет профессионально, конечно, относиться к делу. Это очень важно, потому что иногда тренер, ну, просто не в состоянии воздействовать. Но, когда Константин Иванович видел потенциал и видел, какую пользу приносит игрок, максимальную, он порой закрывал глаза на те вещи, с которыми он боролся. И считал, что если игрок приносит пользу, он, конечно, вел профилактические беседы, иногда даже шутил с тем же Гавриловым. Он говорил, Юра, ты умрешь под забором. На что Юра спокойно отвечал, Константин Иванович, под Кремлевским. Достойная. Достойная. Кстати, кстати, он позволял нескольким футболистам считанным отвечать шутками на его серьезные замечания или на его серьезные темы, которые он обсуждал при всей команде. Скажем, травмы. Когда кто-то из игроков отсутствовал на тренировке, а он не успел поговорить с врачом, спрашивал у футболистов, а где у нас Ловчев, Ловчев, Романцев, Родионов, не имеет значения, какой-то игрок. Ему говорили, у него растяжение мышцы паховой. У Константина Ивановича был всегда стандартный ответ. У меня это было. Это лечится баней. Дальше. Опять нет какого-то игрока. Калашникова, допустим. А где у нас Калашников? Константин Иванович, у него ушиб голеностопа. Это у меня было. Ребята, это лечится баней. И когда в очередной раз Константин Иванович порекомендовал при всей команде лечиться баней и сказал, что у него это было, Юрий Васильевич Гаврилов, уже к тому времени Юрий Васильевич, потому что он уже был игрок со стажем, удивленно пожал плечами, развел руки в сторону и сказал, Константин Иванович, а когда же вы играли? Если у вас было столько травм. И все время в бане. Мы немножко, знаете, немножко улетели, когда команда летит в самолете, и вы знакомитесь с Константином Ивановичем, улетели в Астон-Виллу там немножко. Да. А вы летели из Ташкента. Да. И дальше мне поручили интервью с Бесковым. Опять же, пока еще с динамовским трейдером. После матча Золотого? Да, после Золотого матча. Вам в этом самолете надо его взять было? Нет, в самолете Константин Иванович там невозможно было подойти к нему. Наверное, он бы меня выкинул с этого самолета. Вместе с Санечкиным и Масловым. Куда-то в Волгу. Да, 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 да. Ну да, если из Ташкента лететь, то как раз над Волгой. Или в Волгу, или еще раньше на какие-нибудь хлопковые поля. Амур-Дарья, там река проистекает. да, да, а поскольку я, ну, если честно, далеко не мастер спорта по плаванию, то... И с хлопком у вас как отношение? Да, с хлопком, я люблю хлопковые рубашки, но собирать хлопок нет. Не ваше, да? Нет, особенно в 40-градостную жару, под палящим солнцем. Ну так вот, и я сидел в Новогорске, дверь была закрыта, Константин Иванович делал разбор игры «Динамо». Потом открыл дверь и говорит, а ты что здесь делаешь? По-моему, ты шпионишь. И я уже не помню, с какой командой у нас была игра. Тебя что, оттуда что ли прислали? Хотя прекрасно знал, что я журналист. Я говорю, Константин Иванович, мне надо у вас интервью взять. Да какое интервью накануне такого матча? Какое интервью? О чем ты говоришь? Тем не менее, интервью я взял, потому что для меня, если мне дано задание и уйти без, не выполнив это задание, ну, я сразу из категории профессиональных журналистов перехожу в категорию любителей. В какой-то, в каком-то смысле блогеры. Ну, блогер, если что-то не написал, с него же никто ничего не спросит, правильно? У него же никаких неприятностей не будет. Ну, единственное, если жена там скажет, ты сегодня написал что-нибудь? Нет. Ну, и хорошо. Жена рада будет. Да, даже рада, он мне больше внимания уделит. А я без задания. Да, ну, что вы, я не мог. как вот Борис Майоров первый раз, ну, я юноша, а Борис Майоров уже, можешь себе представить, там, 67-68 год, уже капитан сборной великий, многократный чемпион мира, капитан Спартака, лидер сборной. Сколько там армейцев, тренер из Динамо, Чернышев, тренер из ЦСКА, Тарасов, четыре пятых игроков из ЦСКА и Динамо, а капитан команды Борис Майоров. И когда у Тарасова не было ресурсов в критический момент для сборной нашей, мы, казалось, безнадежно проигрываем канадцам или чехословакам, потому что тогда была команда Чехии и Словакии одна. Да, да, ну, и страна, соответственно. И страна, соответственно. Вот когда ситуация была безнадежной, Тарасов подходил к Борису Майорову и говорил, ну что, Борис, поднимай народ. И Борис Александрович поднимал. Вот мне нужно было взять... Интервью у Вескова? Нет, у Бориса Майорова. У Бориса Майорова. А он куда-то уезжал. Я говорю, Борис Александрович, а мне надо взять у вас интервью. А он меня первый раз видел в жизни. Ну, стоит мальчик 20 лет и говорит, нужно взять интервью. А он говорит, а я уезжаю уже. И у него такая Волга, помню, по-моему, белая. И не успел он еще ответить мне, в какую сторону он едет, потому что я его спросил, в какую сторону вы едете. Я уже сидел рядом. В этой Волге? В этой Волге. Я сказал, Борис Александрович, вот пока мы едем, в любую сторону, мне все равно. Я вам и задам все вопросы. Я думаю, мы уложимся за дорогу. И я, как сейчас помню, мое интервью начиналось так. Руль в руках у Бориса Майорова так же держится уверенно, как и хоккейная клюшка. Да. Так вот, уйти без интервью с Константином Ивановичем я не имел никакого ни морального, ни профессионального права. И он мне дал это интервью. Что явилось аргументом? Вот в этих переговорах. Когда он вас, когда он обвинил вас в шпионаже, можно сказать. Аргументом к тому, чтобы расположить его к интервью. Да. Это очень интересный момент. Не помните? Вы знаете, я в школе занимался в драм-кружке. У меня было все хорошо с литературой, с русским языком, с историей, географией, ну, с гуманитарией. Еще я понимал из химии, что такое H2O. Из всей таблицы Менделеева. В физике я почти ничего не понимал. В математике разбирался слабо. В геометрии посредственно. И вот чтобы по возможности вот эти уроки как-то не посещать, и чтобы это не было прогулом, я записался в драм-кружок. У нас был режиссер, он когда-то был известный, работал там в театре Вахтанга, в Маяковском, в Моссовете. Но он уже был такой старичок, ему было лет даже больше, чем мне сейчас. Я записался к нему в драм-кружок, и, видимо, вот это желание не оказаться вот в эти 45 минут, когда была физика, химия... Геометрия. Геометрия, да. У меня настолько были велики, что режиссер обратил внимание на какие-то мои артистические способности. У вас задатки актерского мастерства были? Да. Да. И это не по моему мнению, это потому, что мне давали роли ведущие. Я сыграл Бенедикта, много шума из ничего, Шекспира. Я играл профессора в сказке 12 месяцев. Я сейчас все роли перечислять не буду, тем более, что целиком спектакли мы не давали, а давали какие-то сцены, этюды. Я учился в театральной школе, но это к делу не относится. Я очень хочу, вот что же вы сыграли, какой этюд был, чтобы Бескова убедить? Я сыграл роль человека, которого ждут какие-то жуткие неприятности вплоть до увольнения с работы, лишения всех профессиональных качеств официальные, в характеристике, чтобы я уже не мог работать ни в одной газете никогда в жизни. Видимо, у меня был такой взгляд, взгляд, я бы даже сказал не взгляд, а вид, хотя единственное, слезы не лились с глаз, но, видимо, у меня был такой взгляд, что даже Константин Иванович, который был в таком рабочем настроении, только что он разведел, разбор игры, да, и вот из чувства жалости он со мной поговорил. И вот с этого момента началось наше знакомство, пока не дружба. Дружба началась уже в Спартаке. Я хотел сказать отношения. Отношения, да, будет правильнее сказать отношения, да. Это вот стартовая точка. Стартовая точка, да, стартовая точка. Те самые ростки на поле, да, как трава, травка вот эта взошла у вас? А взошла она, знаете, как она могла вообще неизвестно взойти ли, или отношения наши продолжились бы, или не продолжились, если бы Константин Иванович не попал в Спартак. А попал он в Спартак совершенно случайно. Тут должны были, знаете, говорят, сошлись звезды на небе, сошлись, да? А тут на Земле столько факторов должно было сойтись, чтобы коренной динамовец оказался в Спартаке. То есть два разных совершенно мира. Два полюса, да. Абсолютно. Да. Плюс и минус. Дело в том, что Константин Иванович перед этим приглашали в ЦСКА. Да. И его представили уже команде как главного тренера. А он уже был в ЦСКА. И он создал в начале 60-х годов замечательную команду. Да-да. замечательную. Так же, как и вот я вам рассказывал о команде Маслова 60-х годов. Торпеда. Торпеда. А ведь это Константин Иванович собрал эту команду. Только одна проблема. Одна проблема была. У него были нередко сложные отношения с ведущими игроками, как, например, в Торпеда с Стрельцовым и Ивановым и с руководством. Вот такой прямой характер его, его неумение сдержать себя, сдержать какие-то мысли, которые вот лучше держать при себе, когда ты разговариваешь с руководством, вот они не позволили ему до конца реализовать свой талант с командой ЦСКА в начале 60-х. Торпеда. И Торпеда. Куда он пришел после ФШМ, это была его первая команда. А в ФШМ он открыл столько игроков и стольким игрокам, извините, за штамп, дал путевку в большой футбол, что я сейчас начну перечислять, мы с вами никогда не разойдемся. Это все стали большие игроки. И вот Константин Иванович представляет команде ЦСКА. И он уже готов работать в команде ЦСКА. Но в армии, а точнее в футбольном клубе ЦСКА, как и в хоккейном, обязательно надо представить тренера высшему руководящему составу. То есть генералом. Генералом. Командному составу. Командному. Да, вот это мне кажется прям красиво. Красиво. В данном случае. Ну, мысль понятна. Да-да, само собой. То есть люди с большими звездами. И вот Константин Иванович входит, сидят генералы. А это Минобороны? Ну, то есть, да? Да, это Минобороны, да, генералы. СССР. СССР, да, это все СССР, да. Они говорят, мы рады вас видеть, Константин Иванович, в нашей команде. Мы даже, чтобы вы не теряли время, зря, а сразу приступили к тренировкам, мы даже вам уже помощников подобрали. Но генералы плохо знали Константин Иванович. Вот если бы я был генералом, что правда нереально, да, то есть, мне даже трудно представить это, честно вам скажу. Даже... Но генералы разные, на самом деле, бывают, Леонид Федорович. Нет, я... Разные бывают генералы, но я совсем человек не военного склада. Я такой вот, я такой штатский от мизинца до волос, которые у меня еще остались немножко. Вот. Я бы никогда не позволил Бескому подбирать помощников. Это надо совсем не знать, Константин Иванович. Я думаю, что они и не знали и вообще не думали об этом. Они, вероятно, и не знали. Это была их роковая ошибка. Так и что же, он просто вышел или что-то наговорил им в ответ? Нет, он не просто вышел, он ограничился одной фразой. Он сказал, товарищ генерал, вы мне сегодня подобрали помощников, а завтра вы мне будете диктовать состав на игру. Извините, спасибо, до свидания. Развернулся, хлопнул дверью, и в ЦСКА его больше не видели. И в этот момент, ну, плюс-минус, не в эту секунду, Спартак оказывается в первой лиге. А в Спартаке была такая традиция, что Спартак тренирует непременно спартаковцы. Преемственность. Вот, что хочешь, что и делай, но спартаковцы должны тренировать. А тут в Нальчике вроде бы неплохо себя проявили Глемзян Хусаинов и Анатолий Крутиков вместе с Иваном Варламовым. Николая Петровича отодвинули как раз. И вот Спартак приняли. В общем-то, хорошие футболисты и, наверное, неплохие тренеры. Но так уж получилось, что команда оказалась в первой лиге. И в отличие от, по-моему, Шахтера, когда он там вылетал, то какое-то письмо пошло о том, что вообще на гора никто ничего не выдаст, если Шахтер оказывается в первой лиге. И, по-моему, Шахтер сохранили. По-моему. Но, по крайней мере, такие письма были от руководства, да, от самого первого секретаря обкома, я думаю, да. У Зенита, опять же, такая же история. У Зенита. 50-летие, 60-летие революции. Абсолютно точно. Ну, разве можно вообще, ну, город на Неве, Аврора, выстрел, Зимний, Смольный. Петропавловская крепость. Революция. Да. Ну, Колыбель, революция. А Зенит, это вообще детище, правильно? Вот, можно сказать, из Колыбели, вот Зенит и появился в 17-м году. Дай бог ему здоровья. Как сказал бы Николай Петрович Старостин. Так вот, Зенит, по-моему, как раз и остался тоже, тогда была, по-моему, высшая лига называлась. То есть, админресурс? Пахтакор. Я помню письмо, копию письма Рашидова, даже мне так по секрету наверху показали. Там было написано, что вообще хлопок так останется на полях, если Пахтакор вылетит. И произошла тогда сумасшедшая история. Пахтакор послали в Кутаиси. Играть в торпедо? Да, играть в торпедо. Мой сосед на Таганке, Юра Бочаров, который уверял меня, что честнее его, ну, такой, честнейший Яга, да, что честнее его только Папа Римский. И его отправили туда судить этот матч. Рашидов до этого написал, по-моему, Леониду Ильичу. То есть, на самый... На самый верх. Что в Грузии вообще-то две команды, Динамо Тбилиси. И торпедо Кутаиси. Да. А в Узбекистане только одна, Пахтакор. И вот, что ждет, если эта команда вылетит. Оказывается, в первой лиге. чтобы вы себе представили, как судил Юра Бочаров. Честнейший. Честнейший. Я жил в седьмом подъезде на Таганке, он в восьмом. Он меня все время уверял, что как сейчас судят, это все. Вот я судил, но я ту тему с ним не поднимал, честно говоря. Наверное, и не надо было. И не надо было, да, потому что он был уже, он старше меня, он был уже в возрасте. А Таргушнашвили не было тогда, чтобы за торпеду Кутаиси ступить. Там бы никакой ни Атар бы не помог, ни Дата Туташке, никто бы не помог. Потому что Юра Бочаров получил установку оставить Пахтакор в высшей лиге. Дело кончилось тем, что он получил по лицу Юра Бочаров. Да, от вратаря Давида Гоге. Торпеду Кутаиси. Да, Торпеду Кутаиси. То есть, настолько вопиющим было творящееся на поле. Иного пути не было. Чем получить по лицу? Там не было, нет, у судьи выбора не было просто. Понятно. Он должен был оставить, на него было возложено от политбюро фактически. Спецпоручение. От политбюро миссия, понимаете? Он выполнял миссию политбюро. Можно сказать, хлопковая промышленность зависела от той игры. Да? Да, всей страны вообще. А хлопка-то порох. Вы представляете, все бы ходили в наилоне и в искусственных рубашках. Да, да, да. В сорокограссную жару, понимаете? Люди бы умирали от пота в метро, в автобусах, на улицах и так далее. И так далее. В общем, никак нельзя было не оставлять. Да ну что вы, а люди с плохим сердцем или с какими-то проблемами с легкими, но они бы задохнулись просто. В общем... В общем, он получил по морде от Давида Гоги, которого там удалил с поля или смог он удалить, не смог. В итоге матч выиграл Пахтакор, а болельщики подожгли стадион. Вот со Спартаком Пахтакор остался в высшей лиге. Со Спартаком такой истории не было. Спартак не был завязан на хлопке, как минимум. Спартак не был завязан ни на чем. Потому что... Ну, сейчас я скажу банальную вещь, но вы сами лучше меня знаете. Да. Ну, не лучше, но знаю. Команда народная. Ну, это знают все. Народная команда. Ну, я получал массу писем, работая заводелом московского комсомольца, что вот примеры вот этих оставили, этих оставили, этих оставили, а Спартак там специально выкинули вот в последних турах. Там мог... Я не буду перечислять команды. Это сыграло так, это так. Все знают на самом деле. Да, это так вот, а вот эти так, а вот они специально в ничью, а они вот специально там проиграли, а эти, чтобы выкинуть Спартак. Там четыре очка на третье место было. Да. И вот такая кипа писем от трудящихся, которые настаивали на том, чтобы Спартак оставили. Но когда Николая Петровича вернули, он все-таки объяснил спартакским болельщикам, что Спартак это честная команда, она в честной спортивной борьбе будет добиваться права вернуться в высшую лигу. СССР. Оттуда же фраза «все потеряно, кроме чести». Да, но эта фраза принадлежит не Николаю Петровичу, эта фраза принадлежит Андрею Петровичу. Старостину. Но и к приглашению Бескова, я так понимаю, что он был причастен. Да, но они, в отличие от Николая Петровича, который Бескова на дух не переваривал, они с Андреем Петровичем были просто «не разлей вода», что значит. Если только мы говорим про напитки, то ну не совсем вода, но не разлей, так сказать. Ну не разлей. Да, ну не пролей капельку, скажем так. Хочу, знаете, что спросить? Вот Константин Иванович коренной динамовец, он воспитанник этой системы. Да. Он состоялся в ней и как футболист, как офицер, всю жизнь динамовец. Вот почему у Андрея Петровича, который тоже пострадал, как и Николай Петрович, от известного ведомства, почему были близкие отношения с коренным динамовцем? Как это? Это чисто человеческое было? Абсолютно чисто человеческое. Это было уважение профессиональное к тренерскому таланту. Константину Ивановичу Андрея Петрович питал необыкновенные чувства. Он видел в нем те черты, которые, может быть, никто не видел, потому что они были достаточно близки и откровенны. И не случайно, когда Константин Иванович стал тренером сборной, начальником команды стал Андрей Петрович Старостин. И они там еще больше сблизились. И когда на глазах у Франка в Испании мы проиграли в достойнейшем матче 1-2, кстати, Гиля Хусаинов забил гол. Да. Константин Иванович сняли с работы. А это был финал? Это был финал. на Сантьяго Бернабео. А Андрея Петровича по жизни дисквалифицировали. Сказали, что он вообще в футболе работать не может. Это уже мы ушли очень далеко. А если вернуться в 76-й год, то Андрей Петрович, я сейчас вам процитирую Николая Петровича Старостина. Это интервью, если вы будете когда-нибудь в библиотеке, откройте, пожалуйста, где-то за 30-е, по-моему, августа 79-го года интервью в газете ЦК КПСС «Советская культура». Мое интервью, которое я взял у Николая Петровича, у него дома на Маяковке. И там есть такие слова, что Андрей Петрович сказал мне прямым текстом. Николай. Нас выкинули в первую лигу спартаковские тренеры. Мы оказались вместе со Спартаком на дне. И с этого дна нас может поднять только один человек. «Кто Андрей?» спросил Николай Петрович осторожно. Это Константин Иванович Бесков. И Николай Петрович наступил на горло собственной песни. И знаете почему? А я вам скажу почему. Потому что Николай Петрович во-первых это был динамовец. Это было нарушение всех традиций. Во-вторых жизненных устоев Николая Петрович и жизненных устоев. И это был человек который Николай Петрович был неприятен. Он знал все его недостатки и неудобен для общения совершенно. Они были абсолютно разные. но в отличие мы сейчас переходим в сегодняшний день от многих сегодняшних руководителей с которыми мне и вчерашних даже потому что мы с вами сейчас говорим образно говоря про позавчерашний день еще Советский Союз. Вот сегодняшние они ищут тренеров удобных для себя. одни даже чтобы порулить не только поруководить но и порулить подсказать составчик или какого-то игрока в составчик сказать а вот хорошо бы чтобы он ведь здорово играет. То есть выразить себя в том числе. Да. То чего Бесков не принимал из истории генералов. И проявить себя так сказать еще и с тренерской стороны. Вот эти руководители как правило ничего не добиваются в футболе. Когда еще тренеров удобных для себя потому что нужно искать тренеров ну если так слово удобное подходит для в контексте для команды и для результата как высшей цели и для результата как высшей цели вот таких надо искать тренеров и вот такого тренера Андрей Петрович рекомендовал Николаю Петровичу и Николай Петрович взвесив все за и против решил что ради Спартака он закроет глаза на все динамовское прошлое личную неприязнь личную неприязнь он представлял тональность разговора Константина Ивановича с футболистами такую жесткая манера динамовская уставная офицерская неприемлемая для Спартака но забегая вперед я вам хочу сказать одну поразительную вещь Константин Иванович не смог привнести в Тарасовку динамовский порядок а вот Спартаковцы в какой-то мере достаточно большой сумели из такого жесткого офицера внутреннего них войск войск сделать Спартаковца во всех его проявлениях человека общительного человека в какой-то степени демократичного человека не рубящего с плеча и не командира то есть Спартак повлиял на Бескова как на личность да Спартак повлиял на Бескова больше как на личность чем Бесков повлиял на Спартак Спартак остался прежден демократичной интеллигентной многонациональной уважительной по отношению к болельщикам командой а Бесков изменился Бесков изменился Спартак его изменил Вот это самое поразительное, хотя, конечно, были какие-то проявления у Константина Ивановича не без этого динамовские, это его потребность там менять начальников базы, причем у Константина Ивановича всегда была формулировка. Ну, я был вхож в семью, я не козыряю сейчас этим, знаете, не хожу там с этого, с козырного этого Туза или там Короля. С Джокером еще говорят. Да, да. Вот. Ну, были у нас моменты, когда мы сидели за бутылочкой коньяка, с Константином Ивановичем Валерий Николаевич готовил закуску, мы говорили и про кино, и про театр, тем более Валерий Николаевич был актрисой театра Ермолова. Вот. И у Константина Ивановича, кстати, очень интересные были мысли и в области кино, и в области театра. Ну, например, вы смотрели, ну, кто не смотрел фильм Чапаев? Ну, конечно. Все смотрели? Да, да. И там народный артист Бабочкин получил за это роль народного артиста СССР. А Константин Иванович говорил, он слабый актер. Я говорю, Константин Иванович, а почему? А он, говорит, актер одной роли. Кто ты? Кто ты такой? Я Чапаев. Да. Вот. Вы помните, как он сыграл, да? Да, да, конечно. И Константин Иванович говорит, он актер одной роли. Он в другой образ ни в какой не вошел. Это вы знаете, как, почему, вот попутно вам хочу сказать, как вот иногда надо выбирать свои роли в жизни. Вот актриса, ее даже фамилии никто не знает, которая сыграла жену Штирлица. Она так сыграла и так всем врезалась в память, как жена Штирлица, что ее никто или почти никто никогда больше ни в какие фильмы не приглашал. Мне кажется, то же самое произошло и с Бабушкиным. И еще Демьяненко. Демьяненко. Вот Константин Иванович говорит, нет, он не великий актер. Он не смог уйти из этого образа. Так что он в театре тоже разбирался, Константин Иванович. А что касается вот этой вот желания изменить, но в хорошем смысле изменить тоже, он изменил базу. Ой-ой-ой, там все жили по четыре человека в деревянном доме с 1935 года, еще когда Николай Петрович придумал там с братьями «Спартак» название команды. Переименовал. Футболисты те же, все то же, но название другое. Потому что он понял, что с таким названием, как «Пищевик», «Промкооперация», «Красная пресня», «МКС». Да, «МКС», ну ты сто тысяч на трибунах Лужников не соберешь. Правда, Лужников тогда не было в 1935, они были построены в 1957, но он видел намного лет вперед. И Константин Иванович сказал построить кирпичное здание, и быстро построили кирпичное здание. Константин Иванович говорит, как это одно поле, это как на одно поле, на котором тренировались, на котором играли дублеры, тренировались дублеры, играли дублеры. Вся Москва ездила, съезжалась на матчи дублеров. Я ездил сам. Там яблоку негде было упасть, когда играли дублеры. Вы что? И там это сегодня зазорно считают футболисты сыграть там за «Спартак-2». А тогда Игорь Александрович Нетто мог подойти, допустим, к тому же Никиту Павловичу Симоняну, как главному тренеру, и сказать, «Никита Павлович, я хочу сыграть тайминг хотя бы. Я неделю болел, дай мне сыграть тайминг». Он говорит, «Хорошо». И Анатолий Михайлович Масленкин мог попросить о том же. Чтобы из игрового тонуса не выпадать. Да, не выпадать и посмотреть, в какой форме. Или Никита Павлович сам говорил, допустим, «Гена, ты пропустил три недели, хорошо тренировался, давай сегодня тайминг играешь, а завтра раздеваешься в запас в основе». И никто не считал это зазорным. Так вот, Константин Иванович сделал ещё поля, несколько поля, чтобы... Была возможность играть, в конце концов. Играть, тренироваться. И для того, чтобы был хороший газон, потому что одно поле, оно же быстро очень приходит в негодность. Когда много ног там бегают, пара ног. Да, да. И что вы, Константин Иванович в этом смысле, ой-ой-ой-ой. Он очень много сделал. Но как только он видел, что директор базы довольствуется достигнутым, это был его последний день. И у него была очень простая формулировка. Я говорю, Константин Иванович, а почему вы его уволили? Он делу вредит. Всё. Дальше можно было не спрашивать. Три слова, но они... А с игроками было то же самое? С игроками было то же самое. Он только не говорил, делу вредит. Он говорил, он менял глагол. Он сказал, он делу не помогает. И всё. Это как приговор, который обжалованию не подлежит. Все полагали. Ну, наверное, любой бы тренер. Сколько игроков мечтает из той же высшей лиги, из провинциальных городов, достаточно хороших игроков играть в «Спартаке», да ещё у «Бескова». Пусть даже в первой лиге, но с перспективой вернуться в высшую. Все же понимали, что «Спартак» с «Бесковым» не задержится в первой лиге. Но, к всеобщему удивлению, Константин Иванович придумал этот турнир спартаковских команд Центрального совета «Спартак». Всесоюзный. Всесоюзный, который объединял команды, не обязательно с названием «Спартак». Они могли называться по-другому, но входили в состав Центрального совета «Спартака». Совет общества, да. Кстати, так же, как и хоккейный клуб. Это был и хоккейный клуб тоже входил в общество «Спартак». В общество. Ну, назовём общество. Это ДСО, да, как я понимаю? Добровольное спартаковое общество? Да, да, да. Назовём так, да. Было ещё московское городское общество «Спартака». А было всесоюзное общество «Спартака». И вот Константин Иванович собрал турнир. Вторая лига, первая лига и «Спартак» московский. И вот они в 10 утра начинали играть в «Сокольниках» и в 10 вечера заканчивали. И Константин Иванович приезжал и просматривал все игры. Перспективных искал. Не просто перспективных. Гениальных. Константин Иванович не гениальных. Нет. Дополняющих друг друга. То есть он искал игровые связи. Он как мозаику собирал. Вот, понимаешь? Чтобы вот... Что ещё собирает вот... Дети сейчас собирают вот эти вот... Пазл. Пазл, да? Тогда не было такого слова «пазл». Ну, не все дети. Я тоже пазл собираю время от времени. Тоже, да? А в детстве вы собирали? Конечно. В моём детстве они не были распространены ещё. В моём детстве ни слова «пазл» никто не знал. Ну, могли просто обидеться люди. Разное можно подумать. Разное. Ну, на самом деле, я жил вокруг, честно говоря, такие барачные двора. И там, если скажешь «пазл», человек вообще может не расслышать. Можешь и получить в ответ. Ну, время-то, наверное, суровое было. Время было... Ну, что вы, послевоенное почти. Ну, после войны прошло там 7-8 лет. Насколько я знаю, у вас конец 40-х. Я 48-го. 48-го, да. Да, 48-го года, да. Ну, да. То есть, 50-е, соответственно. Ну, я успел на студобекере покататься. Ого. На М-ке. Ну, как покататься? Ну, взрослые вот меня повозили. Вот взрослые люди, да. Ну, вот успел, да. На таких машинах, да. Ну, ребёнком. Такое большое счастье было. Вот. Так я говорю к тому, что Константин Иванович, к удивлению многих, брал игроков, которые на первых-то ролях в своей команде не были. Или ветеранов из второй лиги вообще. Это как Ярцев, да? Ну, когда я узнал, что Константин Иванович берёт 29-летнего Ярцева, ну, я уже был таким состоящим же журналистом и с коллегами говорил. Ну, вообще многие были поражены, ну, в 29 лет. Вообще, сколько он ещё поиграет и как он будет играть из второй лиги, человек, за «Спартак» и возвращать его в высшую лигу. Как это вообще будет происходить? А Шавло как попал? Серёжа. Вот Володя Янкин, который играл в «Спартаке», 68-69 год, друг, кстати, мой близкий, жив до сих пор, по-моему, да, дай бог ему здоровья. Гена Логофета, ближайший друг, который всех называл почему-то стариками. Он обращался так, старик, старик, ну, такое обращение было модное. Это, по-моему, взялось от Авася Аксёнова, потому что у Аксёнова очень много было таких, вот, как вам сказать... Старик, в смысле, старый друг. Да, ну, обращение вот таких вот в его повестях, романах, вот, разные обращения, разные там, или там, допустим, вот, мне, например, запомнилось, апельсины из Марокко, такая в «Юности» в журнале печаталась, да, я тоже три раза печатался в журнале «Юность», у Бориса Полевого это было бы огромное счастье, потому что это был журнал «Союз писателей», один раз с Санзором Козашвили, один раз, пять дней, 69-й год, пять дней из жизни вратаря, когда стали чемпионами, по-моему, в 73-м году с Женей Ловчевым, который уже четыре года, 69-й, по-моему, уже четыре года играл за «Спартак», и последний раз с Анатолием Евтушенко, это со знаменитейшим тренером, ну, таким, как Бесков, таким, как, допустим, Кондрашин, баскетбольный тренер, вот такого масштаба, да, они дружили, кстати, гандбольным тренером, Анатолием Евтушенко, в журнале «Юность», для того, чтобы там же печатались, там печатались Евтушенко, Евгений Евтушенко, там печатались Аксенов, там печаталось, я видел своими глазами, вот, в соседней комнате Белла Ахмадулина, Вознесенский, Рождественский. Ну, то есть вся, как бы... Да, это был журнал вообще, ну, и там напечататься три раза, это в своей журналистской карьере, это было большое, ну... Достижение. Да, это было... Высокое. Да, это было высокое достижение, да. Вот, и еще раз возвращаюсь к тому, что Володя Янкин, который в «Спартаке» провел не так много сезонов и завершал свою карьеру в Риге, был страшно поражен, о чем мне говорил. Как Константин Иванович мог взять Сережу Шавло в «Спартак», когда он у нас-то, говорит, не всегда за основной состав играет в первой лиге. То есть он видел днем кусочек этой мозаики? Уберем пазл. Абсолютно точно. Пазл уберем. Абсолютно точно. А на мой вопрос, Константин Иванович, а как Шавлок к нам попал? Он говорит, очень просто. Мы были в Сочи на сборах. Играла Рига с кем-то товарищескую игру, контрольную игру. Я посмотрел один тайм, и вижу парень бегает слева, туда-сюда, туда-сюда, как челнок, и подает к воротам. Грузит. Или не грузит. Пусть грузит, а отдавать Константин Иванович научит. Главное, он отрабатывает и говорит, понимание у него какое-то есть. Мне достаточно было одного тайма, а Константин Иванович очень баню любил. И вот он вечером идет в баню, вернее не вечером, а днем, идет в баню, где-то, он один тайм посмотрел, и встречает в бане, как вы думаете, кого? Сергея Шавло. Сергея Шавло. И просит его вечером зайти к нему в гостиницу. Вот так был решен вопрос. Шавло. Дальше. Кто знал защитника Сорокина из Волжского? Вообще никто не знал. И вдруг в паре к Хидиатулину, который играл, кстати, полузащитника, но Константин Иванович, на мой вопрос, я помню, мы ехали из Киева в 79-м, решающий матч 2-0 выиграли у Киева, Хидиатуллин прошел, играя центрального защитника, очередной рейд сделал до лицевой линии, и как просил Константин Иванович, Константин Иванович, вот штрафная площадка, ты доходишь до лицевой линии, и ни в коем случае пас не должен идти вот сюда, к вратарю, пас не должен идти параллельно воротам, а должен идти чуть метр-два назад зряче под набегающего партнера, потому что тогда он сможет уложить мяч именно туда, куда надо, и защитникам очень неудобно противостоять вот в этой ситуации. То есть сделать последний пас в этой ситуации для нападающего. Да-да-да. И вот тогда как раз, я помню, Хидиатуллин отдал Ярцеву, и я на обратном пути спросил, Константин Иванович, а почему Хидиатуллин у нас в полузащите не играет? Посмотрите, как он подключается результативно, он все видит там впереди. На что мне Константин Иванович говорит, Леонид, сколько раз за игру Хидиатуллин подключается в атаку? Я говорю, ну раза 3-4. Он говорит, так вот на эти раза 3-4 у него здоровья и хватает. А вот так вот бегать туда-сюда он не может, поэтому он у нас играет центрального защитника. Все, вопрос исчерпан. Логика... Вопрос исчерпан. Дальше. Опять же, мы говорим с вами под мозаику, про мозаику, мы говорим с вами про то, как подбирался Шавло. Вот появляется Ярцев. Бежит. Ну, ему же должен кто-то этот мяч отдавать, потому что можно бежать и без мяча. Ну да. Как сейчас угодить. Вот, например, как Юра Сивидов отдавал Валере Ренгольду. Вкладывал. Но Валера Ренгольд бежал так быстро. Называли электричкой. Валера Ренгольд был такой, что на трибунах, когда Валера пробегал с мячом до песочной ямы, ну не мог затормозить, так разгонялся. То на трибунах шутили, Валера, следующая станция метро Ленинские горы. Это та, которая сейчас называется Воробьёва гора. И вот Константин Иванович сходил на дубль Динамо Московского. И он до этого видел уже Гаврилова, но хотел посмотреть его оба тайма повнимательнее. И увидел, что это как раз тот игрок, который нужен Ярцеву. Который даст ему. Абсолютно точно. Абсолютно точно. В ноги. Абсолютно точно. А Сан Саныч предпочитал Сашу Максименко. А Гаврилов, которого я видел ещё в 17 лет, он играл за искру сету в чемпионате Москвы, в то время популярном. Он нам рассказывал, кстати, в этой студии про это. И у него уже тогда было просвище Лис. Не случайно, потому что он был очень хитрый игрок. Настоящий премейкер. И вот Константин Иванович попросил у Динамо Гаврилова. Ну, а что, игрок дубля. Ну, почему нет? И Динамо отдаёт Гаврилову. Но они не видели потенциал, Юрий Васильевич. То, что видел Бесков, о чём я говорю. А Константин Иванович видел игрока просто по походке. Нет, не по походке, как он по улице ходит. Понятно. Особенно, когда, что касается динамовцев, то по походке, какими динамовцы выходили из гостиницы, из ресторана «Яр», гостиница «Советская». Это их любимый ресторан. Это на Ленинградском. Это самый старый ресторан Москвы, кстати говоря. Да, да, да. Там театр «Ромыно» ещё расположен. Прямо в этом же здании. Да. Там динамовцы могли походкой выходить такой, что очень сложно. Нестроевым шагом. Да. Нестроевой шаг. Нестроевой шаг. Там потенциал футболиста, да. Игорь Леонидович, Численко. Ну, Маслов Валера, Анечкин. Ну, компания была хорошая, да. Маленькая, но чёпорная. Вот. Нет. Он видел, как человек подходит к мячу, чтобы нанести удар. И уже дальше мог не смотреть. Он сказал, это футболист. А это не. А это бесполезно. Вот как Константин Иванович видел. И он в Гаврилове увидел того игрока, которого не хватает. Ярцева. Ярцева. И Константин Иванович оставил и спартаковцев. Букиевских. Сидорова. Он не то, чтобы целиком обновил. Он оставил и спартаковских игроков. Другое дело, что они были не звезды первой величины. Он взял Павленко, нападающего из «Динамо», который прекрасно играл головой. Ему нужен был завершитель вот такой. И Павленко провёл, по-моему, один из лучших. А может быть, свой лучший, Варик Павленко. А может быть, и свой лучший сезон. Такой рослый напоминает, ну, только чуть такой, напоминает Соболеву. Ну, скажем так, да? По фактуре. По фактуре, да. Может быть, поплотнее чуть-чуть. Вот. Тоже вот ему нужен был вот такой завершитель. Ну, потом уже появился Родионов, да. И вот эта команда начала, точнее сказать, дебютировала в первой лиге. А чтобы завершить наш разговор... Первый. 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 Да, первый. Первый пошёл. Чтобы завершить наш разговор, я вам хочу сказать, что первая лига образца 77-го года, я не буду перечислять сейчас все команды, но многие из тех команд не затерялись бы сегодня в премьер-лиге. А скажем прямо, какие-то из них даже и играют сейчас в премьер-лиге? Я говорю в данном случае не про название, а я говорю про силу и про... Не про командную силу. Ну, можно сказать, командную силу, если вам нравится командную силу. Я говорю про силу команд, про мастерство игроков, про комплектацию этих игроков. Индивидуальное мастерство. Индивидуальное мастерство и плюс командное. Уровень команд тех первой лиги сегодня соответствовал уровню многих команд... Сегодняшней российской премьер-лиги. Да. Можно говорить о том, что скорость увеличилась, борьба, ещё какие-то борьба стала более жёсткой, непримиримой. Там доли секунды на обработку и на это. Вот те игроки, окунувшись бы в тренировки, в современные, они бы адаптировались и, уверяю вас, не затерялись бы сегодняшней премьер-лиги. Потому что, на мой взгляд, это была премьер-лига советского футбола, где была потрясающая футбольная школа, где физическая готовность, её обеспечивали наши тренеры, не было тренеров по физической подготовке, была настолько велика, что мы за счёт неё обыгрывали более техничные, большие сборные и большие клубы из Италии, из Испании, из Бразилии, из Германии. Вот такие у нас были козыри, помимо всего прочего. А если, допустим, на секундочку отвлечься от Спартака, то Хельмут Шон, например, великий тренер сборной Германии, мечтал и видел, например, такого футболиста, как Валерий Воронин в сборной команде Германии. Он говорил, что такого игрока просто нет. Ну и, наконец, что бы... Главная фигура – вратарь. Вы знаете, в футболе это очень серьёзная фигура. Это вратарь. В Спартаке был опытнейший вратарь Саша Прохоров. Вратарь Киевского Динамо, вратарь сборной. Константин Иванович увидел регресс и не увидел блеска в глазах интереса Прохорова к футболу, прежнего, который у него был. И он стал искать вратаря. И ему Фёдор Сергеевич Новиков, работавший в Астрахани, привёз, опять же, длинного, худощавого, субтильного Рената Досаева. Второго вратаря астраханской команды. Потому что первой там был, по-моему, Жиров фамилия, легенда. Астрахани. Астрахани там. И ни один тренер не смел вообще его вынуть, изъять из ворот. И чтобы туда поставить Досаева. Можешь себе представить? Вот того вратаря, того опытнейшего вратаря в Астрахани там, не в Спартаке, боялись поменять на Досаева. А Бесков поставил в одной игре в Луганске. Досаева. Зарюй. Да. 0-0 счёт. Константин Иванович зашёл в раздевалку. И сказал помощникам. Прохорова можете освобождать. У нас будет играть. У нас есть вратарь. У нас будет играть Ренат Досаев. Разговор был закончен. Леонид Федорович, ну, я так чувствую, что нам надо будет встречаться ещё не раз в этой студии, чтобы завершить эту историю. Потому что, наверное, на сегодня мы приостановим наш рассказ. Скажем так, не завершим, а чуть приостановим. Следующий рассказ как раз начнём о выходе Спартака из первой лиги. После того, как эта вся мозаика игроков сложилась с Бесковым. Поговорим о том, какие команды Спартак обыграл в первой лиге, для того, чтобы добиться цели не выйти в высшую лигу. Ну, и о дальнейшем пути. Я с удовольствием, потому что о Бескове я могу говорить круглые сутки. И в такой компании тем более. Как было сказано в этом выпуске, первый пошёл. Оставайтесь с красно-белым подкастом, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под выпуском, заходите в Телеграм-канал, мы всем рады. Собственно говоря... Не пожалеете! Точно! И поблагодарим студию Face2Face за помощь в организации данной съёмки. Всё. Спасибо. Это было великолепно.